Это история о том, как пастух и ткачиха полюбили друг друга. Но не столь просты оказались влюбленные, ведь они жили в запредельных высотах звездного мира. Прекрасные орехи мы ткало полотно самого неба, а хикабоси — посвездные стадо. Верховная богиня солнца Абатерасу восхищается усердием, безупречной работой и незамутненной душой ткачихи Орехиме. В награду она нарекает свою лучшую ученицу Танабады, богиню тканского мастерства. Боги — это творцы, и ничто не должно препятствовать их дару созидания. Но, как и большинство юных девушек, Орехиме мечтает о любви. Большая любовь может подчинить душу, разуму и сердцу без остатка. Она лишает способности мыслить, а главное — творить. Отец Танабады, бог небесного свода, предостерегал дитя не давать воле чувствам. Ведь того, кто забывал о своих обязанностях, могли изгнать навеки. Если кто-то из небесного дворца забывал о своих обязанностях, Святозарная Аматерасу подвергала оступившегося испытанию зеркала. И если там не отражалась чистая душа, Божество изгонялось в мир смерти. Однако, едва заслышанно, как небесные пастухи Кабоси Играют на своей бамбуковой флейте, Орехиме забывает обо всём о свете. Полностью растворившись в новом для себя чувстве. Танабаду посещают мысли оставить ткацкий станок, Чтобы не расставаться с любимым, Ни на миг всю оставшуюся вечность. Оттого небесное покрывало, Выходящее из подруг ткачихи, Становится жёстким и неровным. Когда Святозарная богиня Приподняла завесу небесного покрывала, Орехиме услышала горестные взывания Смертных к богам. Мольбы их были полны отчаяния и печали. Танабада почувствовала вину И была готова к любому наказанию. Но юная богиня С честью прошла испытания зеркала. Любовь и раскаяние Сделали её душу ещё прекрасней. А вот и расу решила разлучить влюблённых, Чтобы они впредь не забывали О своих божественных обязанностях. И потому между пастухом и ткачихой Разлилась великая звёздная река. Небесное полотно Выходит у Орехиме Таким же безупречным, Как и раньше. Но каждую секунду, Когда ткачиха не занята работой, Её сердце умирает От тоски по хикабосе. А Матерасу сжалилась над влюблёнными И позволила им видеться Один раз в год, Когда над небесной рекой Появляется мост. Но утром, Когда мост исчезает, Танабада возвращается В небесный дворец. Здравствуйте! Меня зовут Кэпи, Я художник-иллюстратор из Увеновска. Эта сценка была основана На моём комиксе Интерпретации Легенде от Анапатия. Спасибо. Я не очень сильно волнуюсь, Потому что ребята Очень хорошо всё показали. Это просто мега честь для меня, Потому что мои персонажи с косплеили. Я хотела бы сказать, Что этот комикс Был придуман, Точнее, Сейчас. Был создан, Потому что я очень люблю Романтические и драматические истории. И когда я прочитала Настоящую японскую легенду От Анапати, О том, Что Орехиме Очень любила Хикабоси, Но пришлось оставить Своё добро Ради него. И Ама Тарас их размучила. Это всё-таки Очень драматично, Драматично. И это Очень зацепило меня. Я люблю вообще Такие истории, Поэтому решила Изобразить это В своём комиксе. Вот. Наверное, Как-то так. Дорогие друзья, Я хочу выразить Огромную благодарность От имени Общества России и Японии Фестивалю Чебиком За то, Что вы есть, За то, Что вы Разрешили нам Показать себя. Для нас это тоже Большая честь, Мы очень-очень рады. Большое спасибо Дорогие зрители За то, Что вы так Поддерживаете Наших участников. И Также мы хотели В ответ Сделать Одно небольшое Приглашение. Как уже Объявляли, Мы приехали Из города Ульяновска. В ответ Хотели бы Вас всех, Дорогие друзья, 23 сентября Пригласить В Ульяновск На фестиваль Молодёжной культуры Тестфест. Обещаем, Что будет Просто шикарно, Потому что У нас Будет И косплей-конкурс, Ковер-дэнс-конкурс, Мэйда-кафе, Которое Есть только у нас Пока что. Гейм-зона Над которым Мы стараемся Просто всем Нашим огромным Коллективом И в общем Мы хотим сказать, Что мы будем Очень-очень рады Вас видеть, Дорогие друзья. Спасибо большое. Все это Очень взаимно Мы тоже Очень рады, Что вы Заберите Лучше стульчик. Спасибо. Спасибо.